На рынке всегда существует некое оптимальное соотношение доходности и риска. В инвесторе всегда, вот мы любим очень эту фразу, в инвесторе всегда борются два начала – жадность и страх. И, соответственно, если вы готовы принять на себя большие риски, соответственно, вы предполагаете, что этим рискам соответствует большая доходность. Вот, собственно, эта ситуация наблюдается и в фоевых фондах. Да, действительно, так сказать, ни доходность ПАЯ, ни даже само тело ПАЯ никем не гарантируется. Вот как, например, депозит банковский, да? Что такое договор банковского депозита? Означает, что банк берет на себя обязательство сохранить и тело депозита, и выплатить по окончании оговоренного срока такой-то процент. Правда, за счет того, что процент небольшой. Потому что банк несет ответственность перед вами и по телу, и по процентам депозита. Это означает, что он вынужден формировать, например, вот этот фонд, резервировать какие-то определенные средства. Причем все банки страны резервируют определенные очень значительные средства на случай того самого случая. Помимо этого, банк занимает очень консервативную позицию в смысле кредитования каких-то новых, так сказать, участников рынка и так далее. Все это приводит к снижению доходности, понятное дело. И оказывается, что иногда доходность даже меньше, чем, так сказать, инфляция. В поевом фонде никто таких обязательств на себя не берет. В поевом фонде нет обязательного резервирования. Управляющие компании не формируют, по крайней мере сейчас, особых фондов, которые могли бы быть задействованы в случае неблагоприятной конъюнктуры и так далее. Но при этом следует понимать, что если происходят события подобные дефолту 1998 года, которые в обозримом будущем даже, я не знаю, тени которых не наблюдаются у нас, то любые гарантии окажутся в данном случае фикцией. Какие могут быть гарантии, если государство отказывается платить по своим обязательствам? Кто тогда возьмет на себя гарантии или обязательства Российской Федерации? Это надо понимать таким образом. Кто будет выплачивать вместо Российской Федерации те средства, которые она не выплачивает? Соответственно, поевой фонд, он обладает, естественно, дополнительными рисками, или несет в себе дополнительные риски, прежде всего, макроэкономические риски Российской Федерации. Но вместо этого он может и предложить более интересную, существенно более интересную доходность. Законом впрямую и недвусмысленно запрещено обещать доходность, будущую доходность, так сказать, запрещено гарантировать какие бы то ни было доходности, и все управляющие компании относятся к этому вопросу очень щепетильно. То есть строго соблюдают эти правила. Кроме того, очень жестко предписано, как имеют право рассказывать о своих прошлых успехах те компании, которые недавно начали свою деятельность. То есть они не имеют права выбирать произвольные сроки для сравнения, они должны обязательно руководствоваться квартальной отчетностью, четко прописаны, какими именно кварталами, начиная с какого срока, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы, конечно, можем сообщить сухую статистику, тем более, что она публикуется. Данные по открытым паевым фондам ежедневно публикуются в ведомостях и в коммерсанте. Приятно точно знать, потому что мы же даем туда эти данные. Но вообще, при прочих равных условиях, что бы хотелось отметить, паевые фонды – это, наверное, один из самых открытых и публичных инструментов, информация о котором раскрывается самым подробным образом. В 2003 году стали активно развиваться закрытые паевые фонды. Это фонды, так сказать, прямого инвестирования, проектного финансирования, их так можно назвать. Очень быстро растет число пайщиков. Вот, например, в октябре от одной из наших региональных компаний я услышал, что за один месяц, мы это называем, с улицы, да, то есть людей, которые никак не аффилированы ни с самой компанией, ни с группой, в которую она входит, было принесено средство на сумму свыше 1 миллиона долларов. Это, в общем, надо сказать, очень приличный результат, в 2002 году практически еще непредставимый. Почти в два раза увеличилось количество компаний. На 40%, если мне память не изменяет, увеличилось количество фондов. И этот процесс только ускоряется, только, так сказать, набирает обороты. Я думаю, что если к концу этого года совокупная стоимость чистых активов составит, я не знаю, там, 4 миллиарда долларов или 5 миллиардов долларов, то, наверное, особо удивляться и не стоит. То есть, если вы хотите, скажем так, я могу просто подготовить справочку. Вот динамика, так сказать, отрасли в 2003 году, просто все эти цифры в памяти держать сложно, так сказать, да и незачем. Более того, надо сказать, что в этом году отрасль получила мощнейший дополнительный импульс за счет пенсионной реформы. Пусть пенсионная реформа пошла не совсем так, как мы все год назад себе предполагали. И пусть результаты сбора подписей застрахованных лиц по накопительной части трудовых пенсий оказались очень скромными, или окажутся очень скромными, они еще не подведены полностью. Тем не менее, сам факт того, что очень много людей познакомилось с самим словосочетанием управляющая компания и с выражением доверительного управления, уже сыграл очень позитивную роль. И в значительной мере за счет этого 2003 год стал для отрасли фактически таким годом прорыва, скажем так. Основная проблема банков это все-таки качественное размещение, на сегодняшний день это уже качественное размещение средств. И это, так сказать, общая такая макроэкономическая проблема Российской Федерации в целом. Она заключается в том, что мы это по своей отрасли чувствуем. Денег существенно больше, чем возможностей для их качественного размещения. И, естественно, банки сталкиваются с этой проблемой ровно в такой же мере, как и мы. С той только разницей, что банковская технология, она, строго говоря, весьма и весьма консервативна. И это правильно. Она должна быть такой, чтобы банковская система была устойчивой. Банки в обязательном порядке банкам требуются залоги, требуется трек-рекорд. Так сказать, а как компания работала в предыдущие годы, это все абсолютно верно. Там, в конце концов, существует обязательно резервирование средств на счетах в центре банки и так далее. Чего у нас нет. Банкам требуются, вообще говоря, большие штаты сотрудников. Более суровые требования к помещениям даже. Там должны быть хранилища, бронированные двери, то и все. Чего, опять же, нам не требуется. И поэтому получается, что расходы, связанные с управлением деньгами, у нас относительно ниже, чем в банковской сфере. Но при этом надо иметь в виду, что банковская сфера несет на себе функции, которые мы на себе, например, вообще не несем. Та же самая расчетно-кассовая функция хранения, наличных денег, инкассации и все прочее. Этим мы не занимаемся. Поэтому мы хоть и родственники, но все-таки разные, сожженные организации. И нас совершенно не удивляет, что банковская сфера сейчас столкнулась с проблемой обеспечения достаточных доходностей по депозитам. Но я бы не стал обвинять банки в этом. Что же касается обеспечения доходности выше инфляции, то на фондовом рынке, на данном этапе, мы не видим большой проблем, чтобы это обеспечить. Ситуация сейчас сложилась таким образом, что мы, наверное, наибольшее внимание, та же самая лига управляющих и крупнейшая управляющая компания начинаем в последние недели, месяцы и на ближайшую перспективу будем уделять вопросам недвижимости, жилой недвижимости и венчурного инвестирования. Вот мы считаем, что сюда нужно бросить основные силы, поскольку здесь сохраняются значительные лакуны, законодательные лакуны, налоговые лакуны, которые нужно решить. В двух словах вопрос заключается вот в чем. В стране, опять же, существенно больше денег, которые были бы готовы отправиться в инвестирование в сферу недвижимости, в частности, жилой недвижимости, чем механизмов, способных эти деньги качественно переварить. Все уже согласны с тем, что имеющиеся на сегодняшний день варианты, а это так называемое долевое участие, или, например, жилищно-строительные кооперативы, они не удовлетворяют своим качествам инвесторов. Их риски, связанные с этим механизмом, слишком велики, они слишком непрозрачны. Хотя, надо сказать, на удивление скандалов и мошенничества там происходит очень немного, очень мало, но для людей это настолько сущностный, настолько кардинальный вопрос, что они лучше вообще ничего не будут делать, чем рискнуть вот этими деньгами. Потому что потребность жилища, это, наверное, основная, так сказать, жизненная потребность человека, и здесь любой склонен перебдеть много раз, чем хотя бы чуть-чуть рискнуть. И здесь с помощью нашей отрасли мы надеемся в ближайшее время предложить очень интересные, качественные механизмы. Ну, а венчурное инвестирование – это способ использования, так сказать, или задействования научно-технического потенциала Российской Федерации, который, несмотря ни на что, сохраняется на высочайшем уровне. Практически вся основная законодательная база создавалась в 2001 году и в 2002 году. Ну, если быть точным до конца, то боевые фонды существовали с 1996 года на основе указов президента. Еще Ельцина, соответственно, существовал известный указ. В развитии его было принято большое количество постановлений в КЦБ, и это было нормативно-правовой базой боевых фондов до 2001 года. Естественно, что многие инвесторы относились к этой базе весьма сдержанно. Уже указ – это вещь такая. Сегодня есть один указ, завтра есть другой указ, отменяю еще этот указ и так далее. А закон – это закон. То есть к законам все-таки у нас уже отношение такое очень уважительное. Закон и принять непросто, и изменить сложно, а уж тем более отменить и вовсе проблематично и так далее. Поэтому все, что базируется на законе, вызывает у инвестора серьезное уважение. Вот закон об инвестфондах был подписан президентом 4 декабря 2001 года. Весь 2002 год происходило принятие огромного количества постановлений правительства и в КЦБ в развитии этого закона, числом более 40. И в 2003 году таких выдающихся значимых событий в законодательной сфере, именно касающихся боевых фондов, не происходило. Зато было принято большое количество важнейших документов, развивающих пенсионную реформу. То есть 2003 год – это, собственно, год пенсионной реформы. Появые фонды сложились в 2002-м, в 2003-м пошла пенсионная реформа. Мы ожидаем того, что в 2004 году будут приняты некоторые очень существенные решения, касающиеся закрытых боевых фондов недвижимости, может быть, венчурных фондов. Но это уже не отдельные документы, это будут дополнения к существующим документам. Там, например, изменения в постановлении о составе структуры активов закрытых боевых фондов, там другие документы. По ипотеке будет интереснейшая динамика, и мы там будем участвовать самым активным образом, в всех случаях постараемся. Важнейший и главный участник в процессе – это инвестор. Это те люди, так сказать, инвесторы, те люди, которые вообще формируют боевой фонд как таковой. Инвесторы общаются с управляющей компанией. Управляющая компания – это второй по важности участник процесса, который принимает важнейшее инвестиционное решение. Куда отправить деньги, когда, в каких объемах, как их диверсифицировать, траншировать и так далее. За учет и хранение средств боевого фонда отвечает, помимо управляющей компании, специализированный депозитарий. Это компания, которая ведет учет всех сделок, следит за точностью соблюдения инвестиционной декларации, за сохранением всех пропорций, вообще за сохранностью ресурсов. Реестр боевого фонда ведет специализированный регистратор, то есть поголовный учет инвесторов, скажем так, соответственно с количеством боев, принадлежащих каждому из них в штуках. Независимый оценщик появляется на сцене в том случае, если в фонде имеются некотируемые активы, то есть активы, не имеющие свободной котировки. И, наконец, имеется аудитор, он имеется всегда, это та организация, которая проверяет правильность отчетности, в том числе бухгалтерской отчетности, как управляющей компанией, так и боевого фонда. И над всем, над всей этой довольно сложной, но абсолютно понятной и прозрачной конструкцией мы видим Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг, которая получает от открытых боевых фондов отчетность ежедневно, от интервальных еженедельно и от закрытых фондов по всей вероятности будет ежеквартально. Извините, от интервальных ежемесячно и от закрытых по всей вероятности ежеквартально будет откончательно утверждено. То есть она следит от имени государства на регулярной, постоянной основе за правильностью всех процессов, происходящих в отрасли. В том числе, обращать внимание не только на снижение цены паев или на снижение роста, но и на чрезмерный рост пая. Такое случилось, когда начались события вокруг ЮГОСа, и на общей относительной негативной динамике рынка, двумя фондами, по-моему, была показана наоборот позитивная динамика. Так вот мы отдельно выясняли, а как у них так получилось. Федеральная комиссия очень трепетно и очень внимательно относится к таким вещам, которые можно назвать манипулированием ценами. В том числе, манипулированием ценами паев. В данном случае оказалось, что никакого манипулирования нет. Это благоприятно сложившаяся конъюнктура именно для этих двух небольших фондов. Но, тем не менее, контроль ежедневный и очень внимательный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова